У самого тела едва ли сохранилось ощущение своих пределов. Это довольно новое. Я вижу, что это происходит постепенно, поскольку это довольно новое, это трудно выразить. Но само тело больше не чувствует себя вот таким ограниченным. Оно чувствует себя распространённым во всё, что оно делает, во всё, что его окружает. Оно во всех вещах, в людях, в ощущениях. Вот оно, ощущение полной прозрачности. Слово «тело» тут упоминается, но, естественно, это не физическое тело. Это ощущение себя, как некое тело. Мы же привыкли себя с телом отождествлять. И вот здесь опять идёт это отождествление с телом. С каким телом? Ну, мы с вами условили, что это тело вибрационное, новое тело, если речь идёт о теле. Может быть, даже о теле нет смысла говорить. Может быть, ты просто локальный центр вот в этом океане божественном. Просто локальный центр, не имеющий там тело, там ещё чего-то, не знаю. Но если куда-то тебя поместить в какой-то определённый материальный метод, то там, наверное, телообразование произойдёт. Да? Чтобы ты не был невидимым и вообще там, как шапка-невидимка, на тебя надета. А может быть, и шапка-невидимка уже тоже хорошо. Чего-то делаешь, а тебя никто не видит. Это интересно, да? Хотелось в детстве, чтобы шапка-невидимка была. Потом постепенно расхотелось, хотелось, чтобы тебя все видели. Какой ты. То есть много интересного. Мы через многое проходили в этой жизни. А шапка-невидимка – это хорошо. Добрые дела тогда можно делать невидимым, да? Совершенное смирение. Я думаю, что таких тел немного. В трудные моменты оно всё вот так. Господь, что ты хочешь? Только ты существуешь. Вот так. А тут мать справедливо замечает. Таких тел немного. Вообще смирение может быть внешним смирением. Да, ты смирился ментально, витально. Но тело ещё, так сказать, бурлит. Бурлит своими запросами, своим недовольством. Вот оно говорит, смирение в теле. Когда тело готово на всё, согласно на всё. Вот клеточное смирение или телесное смирение – это основа, конечно, жизни вечной. В конечном счёте, то, что трансформируется последним, даёт знать о себе именно смирением. Телу становится абсолютно всё равно. Живёт оно или не живёт, сколько оно будет жить и как будет жить. Лишь бы эта сила, лишь бы питание вот этой силой, вот это ощущение в клетках, было именно присутствие этой вибрации. И всё. И тогда вот вам и корм телесный, да, хлеб с небес, хлеб жизни. Именно ощущение в теле. В конечном счёте. Вот совершенное ощущение жизни вечное, оно в конечном счёте в себе начинает присутствовать, когда вот эта прозрачность появляется. Тут даже никаких сомнений по поводу, не то что сомнений, никаких идых вариантов, вот когда говорят о бессмертии, уже не предвидится. Вот как только локальное существование ты перестаёшь ощущать как необходимость, когда ты просто не ощущаешь, есть оно или нет, вот тогда, наверное, это венец, вот практическая что ли работа. Сопрем. Всегда ли душа выбирает момент смерти и способ смерти? Душа, имеется в виду, ну, наш водитель внутренний. Мать, подавляющее большинство человеческих существ имеет коллективную судьбу. Для них этот вопрос не стоит. Те же, кто имеет индивидуализированное психическое существо, может выжить даже в гуще коллективных катастроф, если таков выбор его души. Вот она тут правильно говорит. Вот пока мы в стадном процессе эволюционном, пока мы не индивидуализированы, пока наша душа не выходит на прямой контакт с всеобщим божественным, мы не защищены. И вопросы, ну, смерти там, выбора смерти, или как вот, душа ли выбирает, вот на самолёте, на пароходе там кто-то перевернулся и на миру, и все там общие, так сказать, кончины кончились. А вот когда душа действительно индивидуализирована, когда ты связан с божественной силой, тогда ты, в общем-то, охраняем, и сама по себе смерть, неправильно даже будет, и само по себе оставление тела, оно же не будет вариантом какого-то трагического процесса, или трагического события. Это будет нечто принципиально иное, благостное, уж совершенно точно. Потому что составлять тело всё равно же надо. Но трагизма никакого быть не должно, потому что уже при жизни ты весь этот трагизм исчерпал, его нет. А если ты при жизни его исчерпал, то далее, когда свобода от тела есть, в общем-то, ну, самый законный исход, вот, где последний, ты ещё носишь то, что, в общем-то, связывает тебя с землёй, и, надо сказать, болезненно связывает. Когда ты не понимаешь, это всё равно. Материальная оболочка, ношение материальной оболочки – это, ну, нечто такое, да? Надо куда-то сходить, что-то сделать, там, ещё, там, понятно, да? Оно всё-таки обременяет в какой-то степени. Или не обременяет? Ну, в какой-то степени. У нас же материальная, оно же тяжёлое, оно твёрдое. И вот, надо носить. Мышцы иметь хорошее, чтобы это хорошо носилось. Вот тут слово «убедить» не подходит. Тут всё на опыте познаётся. Действительно, всё в конечном счёте. Не есть трагедия. На самом деле, это некий, всегда комедийный аспект присутствует. Как только надо решить какую-нибудь проблему, особенно материальную, люди по привычке становятся беспокойными. А как раз только они возбуждаются, а как только они возбуждаются, становится совершенно невозможно найти какое-либо решение. Это усугубляет путаницу. Ну, это обычное человеческое поведение. Как что-то надо решить, пошла суета, эмоциональная деятельность, логика быстро заработала, и решение, в общем-то, всегда приходит. Либо частичное, либо абсолютно неверное. Частично правильно, либо абсолютно неверное. И ситуация, как всегда, усугубляется. Вот как рябь или вихри на поверхности воды, которые мешают видеть дно. Вот эта суета нам мешает видеть процесс целиком. Это базовая и фундаментальная ровность, о которой мы говорим в процессе контактов социальных, это есть основа, основа жизни божественной. Я вижу множество людей. Есть такие, что как только они входят, вместе с ними входит и их путаница. И тогда уже ничего не видно. Необходимо немного подождать, попытаться успокоить, только тогда можно видеть. Среди них встречаются такие, с которыми атмосфера никогда не успокаивается, бесполезно. Остается только отправлять их назад. Ну, есть люди, носители, таких беспокоящих, такой путаницы. Встречались вы с такими людьми, как он подходит на расстояние, уже чувствует, что сейчас такую чушь понесёт, если заговорит, конечно. А если молчит, то тоже там понятно. Ещё хуже. Когда заговорит, тогда проще на ментальном языке его послать. Ну, мягко. А когда молчит, то и не знаешь, куда посылать. Он молчит, а у него там вот всё. И ты вот, он тебя невербально не поймёт. Поэтому надо заговорить. Редко такие люди встречаются, ну, если они приходят. Но по жизни их очень много. По жизни их очень много. Когда в транспорте сталкиваешься с людьми, вот каждое утро это процесс, так сказать, познания жизни. Мои университеты. Поездки на работу. Вот тут сразу видно. Всех вот видно. Всех видно. Поэтому кто-то читает, но тут не надо читать. Вот посмеяться можно и не читая. Просто посмотрел, так и всё. Они читают, чтобы грустить или смеяться. А тут вот посмотрел, и вот тебе всё. То есть, есть всегда занятия. Это никакая не оценка, а просто вот фактура, она становится ясной, без оценки, без ума, без попытки как-то осудить или обсудить. Просто интересное занятие. Ну, это тоже надоедает, ведь каждое утро. Представляете? Всё одно и то же, конечно. Самое интересное, я не знаю, как они меня воспринимают. Иногда так оглядываются как-то. Не знаю, я-то вроде ничего не делаю. И даже не смотрю так вот, казалось бы, как смотрят иногда. Иногда кто-то отодвигается. Как-то чём-то отодвигается, не знаю. Но место ещё не уступает. Мне всегда хочется сказать людям, умоляю вас, будьте спокойны. Но спокойны не апатично, не так, чтобы в раз опустить руки и не шевелиться. Нет. Спокойно в расширении сознания, и тогда всё становится прозрачным. И в этой прозрачность очень хорошо видно, всё очень хорошо решается, всё устраивается, и всё само собой организуется. Так что не надо даже вмешиваться. Да, она иногда питала такие иллюзии. Да, ну, будьте спокойны. А как вот быть спокойным? Вот попробуй. Научи человека быть спокойным. Все говорят, будьте спокойны, не нервничайте. Можно подумать, что мы можем усилия и воли быть спокойными. Это результат работы. Только внутренняя работа. Так таблетки пейте, будете спокойны. Но спокойно будете апатично. Вот апатичное спокойствие таблеточное, не то отнюдь. Да? Есть люди, живущие в постоянном вихре. И они ещё удивляются, почему у них всё идёт плохо. У них осложнение и прочее. И так всегда. Вот я наблюдаю за некоторыми людьми. На работе наблюдаю. Там интересные есть персонажи, очень интересные. Один периодически, это раз в неделю, или два раза в неделю приходит, то у него карман оторван, то там что-то ботинок отвалился. Не потому что качество ботинок плохое, это тоже понятно. Но вот он такой. Потому что он этим карманом, вот он одевает какую-нибудь широкую кутку. И как в суете в вихре движения, он естественно за ручку двери, этот карман туда попадает, он прорывается, кутка с него срывается, карман оторван. Ну, это неоднократно повторялось. В общем-то, он всё время на одном повороте карманом задевает ручку. И говори ему, не говори, что это от него зависит. Он думает, это случайности. Потом что-то там он где-то упал, кто-то у него что-то украл, где-то подфель уронил, там не туда, куда надо, в грязь он приходит, отмывает его там как-то. Ну, вот само его поведение, вот этот режим эмоциональной, психической деятельности в перемешку с импульсивным, вот даёт результаты соответствующие. Он исправиться уже не может. Он, в общем-то, такой, навсегда такой. И поэтому что-то нормальное в его жизни не будет. А он всё время удивляется, почему так всё происходит. Правда, он в церковь ещё ходит регулярно. Его там не научили ничему. Ничему. Долго, лет семь. Вот, видите. Вся Вселенная движется с фантастической скоростью, в совершенной недвижимости. Слова кажутся глупыми, но это можно чувствовать. Вот видеть, этим можно жить. Светлая недвижимость, движущаяся с фантастической скоростью. В этом даже можно убедиться, не будучи на пути сознательной эволюции. Просто в звёздную ночь, втихую, посмотреть на небо и увидеть, что она вроде бы недвижима, но мы-то знаем, что там такое огромное движение, такая динамика. И вот когда ты становишься частью вот чего-то, что составляет основу вот этой самой Вселенной, то вот это ощущение недвижимости и вот этого движения уже не глядя на звёздное небо в тебе присутствует. Ну, просто вот как факт. Ты его констатируешь. Не надо смотреть на звёздное небо. А вот некоторых пугает глядеть на звёздное небо. Какая-то пугающая пустота возникает у людей. Такого нирванического толка, то им страшно бывает. Вот некоторые говорят, что я не могу смотреть без мысли на звёздное небо. Без мысли. И в этой неподвижности есть совершенная прозрачность. И проблем нет. Решение предшествует проблеме. То есть, всё организуется таким образом. Не в неподвижности Вселенной, а в неподвижности сознания нашего. В этой неподвижности есть совершенная прозрачность, и проблем нет. Решение предшествует проблеме. Потрясающе она говорит. То есть, всё организуется таким образом, что вещи могут сменить позицию или заменить другое место, чтобы выразить то, что надо выразить. Что-то новое проникает в проявленное и трансформирует. Это происходит автоматически. То есть, проблем не создаётся. То есть, до того, как они создались, абсолютно правильное решение реализуется. В словах, в поступках, в каких-то действиях. То есть, это сверхсознательная психическая деятельность. Вот то, что мы в своей работе определяем как сверхсознательную психическую деятельность. То есть, сверхсознательная спонтанность. Не интуитивное животное снизу, а сверху спонтанность. Есть интуиция снизу, да? Стереотипия видовая. Ну, животная интуиция. А есть сверху, божественная интуиция. Но в основном интуиции снизу обладают женщины, как правило, животная интуиция. У них она хорошо развита. Ну, поскольку они продолжательности рода, и они должны эту интуицию иметь гораздо более сильнее, чем у мужчин. Но мужчин никакой интуиции нет. Ни сверху, ни снизу. Да, они всё через ум пропускают, а это не интуиция. Это логика, это какие-то там, так сказать, варианты всегда. Так что гордитесь женщиной. Но мужчина и женщина может объединиться, могут, да, под знаком интуиции свыше. Тогда всё будет в порядке. Тогда женщина всё равно будет мудрее, она и снизу, и сверху. Интуитивно. Всё равно она чемпион. А в древние времена она никто была. Вообще не считалось. Мэн – это мужчина, да, а вумен – это подобие там какое-то, да, по-английски. Мэн – человек, и мэн – мужчина. Одно и то. Женщина не человек, она вумен. А сегодня у нас такие времена. Это Иисус всё-таки женщин поднял. Только Иисус. Только он. Он их определил как равных соперниц мужчины. Только он. А без него бы вы сейчас не знаю где были. Градневожное движение безменного, в котором человек может участвовать только в том случае, если он совершенно безмятежен, спокойно проницаем. Фундаментальный покой, стяжание силы, и вот это грандиозное ощущение вот этой вселенской громадины. И себя частью этой громадины, но частью активной и деятельной – это действительно состояние удивительное. Истина не догма, которой можно заучить раз и навсегда и принимать как правило. Истина бесконечна, как Всевышний Господь, и она проявляется каждое мгновение в тех, кто искренен и внимательен. Вообще говоря об истине, нельзя её никак определить. Нельзя её определить в каких-то выражениях, которые фиксируют понятие, что такое истина. Я для себя сделал вывод, что истину может включительно определить только как динамический процесс. Ибо для каждого человека, по моему определению, истиной является следование по пути сознательной и духовной эволюции. Это динамика, это процесс, это движение, но никак не фиксация чего-то. А по мере продвижения по пути вы знакомитесь или открываете пласты этой истины послойно. Что-то на какой-то момент вам кажется законченным, для вас это истина озарённая, и вы это зафиксировали на какой-то момент. Потом оказывается, что это может быть превозойдено, идёте дальше, и тогда это остаётся позади, и уже неистиной для вас становится. Я имею в виду промежуточные какие-то результаты. Это действительно динамика, это динамический процесс. Истину нельзя определить как что-то навсегда фиксированное, вот так, так же как церковная догматика. Это всё неправильно, неправильно. Она открывается каждое мгновение. Каждое мгновение, она восприсутствует в мелких, крупных, там, каких-то масштабных вещах. Но это процесс, процесс познания истины. И определить невозможно, так как божественное нельзя, или Бога определить. То же самое, это познание Бога, истина, это познание этого божественного мира. Если бы истина проявилась таким образом, что стало бы видна и понятно всем, то люди бы ужаснулись неимоверности своего неведения и ложности своего толкования. Ну, к счастью, это не появляется обвально. И во всех сознаниях всё это дозировано. А так, наверное, появление истины, ну, имеется в виду, наверное, овладение человеком этой силой, да? Ну, мгновенно, если бы это произошло, наверное, вызвало бы очень серьёзные потрясения в сознаниях людей. Мало бы кто это смог перенести. Тут внезапно открывается совершенно иная картина видения мира. Я имею в виду аспект знания или вот ощущения. Вы представляете? В духовном рождении это и то, когда все ценности вот так переворачиваются с ног на голову, вы ощущаете нечто революционное. А вот если по всем параметрам нашего существования вдруг вас окунуть в нечто, что абсолютно-абсолютно неготовое сознание приведёт вообще в полный хаос, в несуществование. Поэтому всё дозировано, работа на пути тоже, так сказать, даёт нам возможность истину поэтапно-поэтапно осваивать, проявлять в собственном сознании. Это замечательно. Они, имеется в виду люди, совершают одну и ту же ошибку. Они путают истину со старым представлением о добродетели. Они делают такую же ошибку, как и моральная ошибка. И самое главное, они хотят истины, выраженной в нескольких очень ясных и определённых словах. Так, чтобы можно было сказать, это истина, а это не истина. Старая беда религии, вот это истина, а значит, остальное ложное. Потому что вот религии, естественно, где-то зафиксировали на какой-то момент истину и держат её вот под замком, заперти, и представляют её уже время совершенно другое, и люди совершенно другое, и сознание совершенно другое. И представляете, её как истину, которая раз и навсегда была зафиксирована каким-то там основателем религии. А ведь потрясающую динамическую картину истины дал Иисус, он сказал, я есть путь, истина и жизнь. Это где? Это что? Это можно записать, что ли, как-то вот, зафиксировать? Я есть путь, истина и жизнь. Обретение Царства Божьей жизни вечной – это и есть, так сказать, вот то учение, квинтэссенции его учения, которое даёт возможность, смотрите, этот процесс динамики, они фиксированы в каких-то словах. Это динамика, обретение, я есть путь, истина и жизнь, то есть отождествление с человеком или богочеловеком, который проделал этот путь. Значит, это динамический процесс, это не что-то фиксированное, мёртвое, раз, оно всегда установлено, это то, что должно быть открыто, а не принято как программа партии или ещё чего-то, проголосовано. Сколько раз Сриор Абин договорил? Когда что-то истинно, можете быть уверены, что противоположное тоже истинно. И когда вы поймёте это, вы начнёте правильно понимать всё. Да, когда человек своим умом, который фрагментарен, который всё разделяет, который пытается оценивать всё по частям, а потом каким-то образом это сформулировать и представить как целое, он всегда за истину принимает какую-то её часть, видимо, ему понятную. И вот Авробин да говорит, что всегда есть обратная сторона того, что человек называет истинно. Противоположное тоже истинно. Любое противоположное понятие тоже истинно, оно имеет право на существование. У нас мир двойственен до тех пор, пока наше сознание не объединено целостно, то разделительное сознание, в них всегда присутствует эта двойственность. И если вы говорите, что там что-то хорошо, а это плохо, то без этого плохо, этого бы хорошо не существовало. Было бы что-то другое, но пока другого ничего нет, значит, и то, и другое, как часть истины, имеют право на существование. Жизнь из мед, да? Ну, по большому счёту. Пытайтесь что-то одно оставить, не получится. И то, и другое истинно, вот в данных условиях. Каждая является проблемой, имеется в виду каждый человек, который надо решить. Так что все эти проблемы взаимно переплетаются. И надо, чтобы целое было ведомо к этой удивительной истине. То есть каждый человек – это проблема. И вот эту проблему он должен сам с помощью божественной силы разрешить. Потому что беспроблемных людей нет. Даже человек, находящийся в стадии идиотии, есть такая болезнь. У него есть проблема – покушать. Если он не кушает, то ему очень плохо. Да? И все мы – проблема. Особенно, отключённые ментальным сознанием. Все мы проблемные люди. Все мы – пациенты. До времени. Потому что не будь пациентами, мы бы сюда и не пришли лечиться. На землю возвращаются, только лечиться. А тот, кто вылечился, уже сюда не приходит. Этот самоуверенный разум – это действительно грандиозное явление. Он проводит своё время, вынося суждения о том, чего не знает, и делает выводы о всём том, чего не видит. Да, сколько таких философствующих рассуждений наслушаешься. Когда люди собираются, о чём-то говорят, по телевизору говорят, там, в курилках говорят, в транспорте говорят, всё какие-то философствования, всё какие-то проблемы. Иногда они легко разрешаются, ну, на словах, иногда они запутываются, да нельзя. То есть, масса всяких пустых, глупых разговоров – это действительно связано с эгоистичностью нашего разума. Разум настолько, настолько обнаглел в сознании людей, что кроме себя, ничто, кроме своих, так сказать, вот этих внутренних рассуждений, он ничего не видит, не слышит и не желает. То есть, самоуверенность, действительно, вот этого инструмента божественного, который не поставлен на место. И вот до тех пор, пока наша истинная сущность будет под спудом, пока она будет в плену разума и витальной сущности, ну, жизнь человека будет просто бесплодной, прожитой впустую. Ничему не научит. Ничему. Сейчас ум совершенно спокойный, мирный, и он приходит в движение только тогда, когда получает приказ. Затем делает что-то точное, обусловленное точной причиной, совершенно точное действие, а затем молчание и покой. Но речь идёт о том, что ум начинает выступать как исполнитель, исполнитель воли психического существа. То есть, он как некий прибор, что ли, как компьютер, выполнив очередную операцию по команде психического существа, опять замолкает. Находится в спящем режиме. Надо что-то решить. Если он требуется как вспомогательное средство, тогда он включается. А большей частью он не требуется, поскольку он в конечном счёте перестаёт фонить, и всё, что мы называем деятельностью, спонтанной деятельностью, при сверхсознательной психической деятельности, это то, что минует вообще рассудок, минует ум. Непосредственно само действие действие инициируется вот этой новой тонкой структурой, или исходит от психического существа, минуя рассудок, минуя разум, минуя некогда незаменимый, как ему казалось, исполнительный орган, промежуточное звено, посредник. Ну, вы знаете, что такое посредник. Купил товар, нагнал цену и перепродал. Вот этот посредник уходит. То есть мы начинаем без посредников контактировать с окружающим миром. Разум посредник. Вот этот посредник устраняется. Не крадёт у нас реальность. Не крадёт у нас живое восприятие жизни. Не следует пытаться вразумлять людей, если они неразумны. Но тут уместно вспомнить притчу об Иисусе. Иисус исцелял всех больных, недужных, слепых, хромых. А когда к нему привели дурака, он оказался бессилен. Исцелить дурака невозможно. То есть неразумных прозумлять не имеет никакого смысла. Быть молодым – это жить в будущем, для будущего. Быть молодым – это всегда быть готовим оставить то, чем являешься сейчас, ради того, чтобы стать тем, чем ты должен быть. Ну, это красиво сказанное. В конечном счёте и есть состояние твоей души, твоего духа в этом новом качестве. Ты всегда готов оставить то, что есть сейчас. Но ты не планируешь, что будет в будущем, но ты оставляешь это ради того будущего, которое тебе неизвестно, но ты прекрасно понимаешь, что пребывание в старом, оцепляние за старым, никакого будущего тебя не сулит. Ты всегда будешь в прошлом. Поэтому ты легко расстаёшься с этим. В психологическом плане, в физическом, ради Бога. Это значит быть молодым. В душе нет возраста, а его не может быть. Есть возраст у тела, есть возраст у ментального существа, у витального. Вот там есть возраст. И в соответствии с возрастом, если человек полностью пребывает в физическом теле, там происходят и патологические процессы старения с разного рода фокусами синильного характера. Но синильного – это возрастное изменение. Человеку всегда отвратительны, глубоко отвратительны его собственные недостатки, когда он их встречает в других людях. Но тут комментировать я не буду. На практике можете легко очень проверить. Как в зеркало глядитесь, что вам не нравится в людях, это ваше стопроцентно. И вот когда вам перестанет что-то не нравится в людях, у вас всё в порядке. Всё нормально. Оказывается. Я должна повторить вам, что для нас духовная жизнь означает не презрение к материи, а её обожествление. Мы хотим не отвергнуть тело, а трансформировать его. В этом отношении физкультура является одним из самых действенных средств. Вот о физкультуре. Поддерживайте тело физически. Только не цигун, не ушу, не йога. А просто обычными упражнениями, которые вам доставляют радость. Не по обеззаловке какой-то. Я вот сейчас по этому плану буду там что-то делать. А вот что хочешь, то и делайте. Выберите для себя приемлемый, удобный, слово комплекс. Не знаю. Какие-то упражнения. Хорошо подвижные, игровые. Бадминтон играйте. В конечном счёте. Я не знаю. Делайте что угодно. Бадминтон люблю. Это шахматы вообще-то такие. Я в шахматах слабак был. И в бадминтоне, наверное, слабак. А вот у меня сын, он где-то в 6 лет уже в шахматы обыгрывал. Там по 14 лет ребят. Вот он ходил в ВДС пионеров. Он там очень быстро всё это делал. Потом в бадминтоне он был чемпионом Москвы в паре до 14 лет. А я был его спаррингом. Он меня так гонял летом, что я не знаю. Но я научился немножко играть. Вот хоть в эту игру. А потом он всё оставил. И говорит, всё, хватит. Не шахматы, не бадминтона. Но бадминтон – это такая вещь, где вот такой ум нужен. Так надо быстро принимать решения. Это вообще песня, сказка. Вот я сейчас хочу восстановить всё-таки эти игровые качества. Ну, хочется поиграть уже. Хватит работать, надо уже играть. Спасибо. 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 Продолжение следует...